Любимая литература на свежем воздухе. В Нарымском сквере сегодня началась акция библиотека на траве. Проходит она в юбилейный десятый раз и жители региона уже доказали свою любовь к книгам. Рута Келлер посетила необычный читальный зал. Вот сказкотерапия, что это такое? Это, наверное, рассказывают сказку и расслабляются. Ты часто расслабляешься под сказку? Да, даже засыпали. Уснуть на этой сказкотерапии не получится. Тут смотреть нужно в оба глаза, слушать в оба уха, потому что это самый настоящий читальный зал. Только на траве. Кстати, шуметь здесь тоже можно. А еще рисовать, играть в бадминтон и даже создавать эко-бумагу. Сначала берем бумагу, добавляем воду и оставляем один-полтора час. Берем рамку с мастер-классом, опускаем, немного крутим. Кто тебе этому научился? А мы в библиотеку Володи Ульянова ходили на мастер-класс. И там научился? Да. А для чего эко-бумага нужна? Как ты думаешь? Например, для открыток. Акцию «Библиотека на траве» в Новосибирске проводят уже десятый раз подряд. И каждый сезон находят, чем удивить. Недаром проект признали на мировом уровне. А в этом году именно новосибирцев объявили самыми читающими жителями страны. В этом году, мне кажется, являются две наших больших победы. Новосибирской области в конкурсе «Всероссийском читающий регион». Мы получили звание литературного флагмана страны и победа новосибирского библиотекаря также во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года». Это наш библиотекарь, нашей библиотеки Сергей Питунин. Впервые в этом сезоне читальню под открытым небом проводили в Нарымском парке. Переживали, читатели не придут. Оказалось, зря. Каждый час новая программа и новые посетители. С 12 до 4 это такое время, когда школьные площадки идут на обед. У них там свое расписание, то скорее у нас это такой свободный формат. Вот сейчас у нас в гостях три кита площадка. До этого была детская площадка, тоже какой-то соседней окрестной школы. Но в основном у нас камерно, у нас нет толпы детей. И это хорошо, потому что все-таки про книги это меньше пафоса, а больше отдохнуть душой и найти единомышленников. Чтобы насладиться хорошей компанией или интересной книгой, и дня бывает мало. Поэтому читать на свежем воздухе продолжат и в июле, и в августе. Ближайшая библиотека на траве будет уже 22 июня. Место встречи все тот же Нарымский сквер. Рута Киллер, Андрей Дулепов. Новости ОТС.